Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Чёрным по белому». Веду её сегодня я, Александр Гурарье. Все знают роман Мэри Шелли «Франкенштейн». Многие видели фильм, одноимённый фильм «Франкенштейн». Это чудовище, созданное гением великого Франкенштейна. Чудовище, которое покоряло мир, которое громило всё на своём пути. Откуда взялась эта идея? Всё было придумано, так сказать, с нуля или всё-таки была какая-то предыстория? Об этом мы беседуем с раввином доктором Михаилом Финкелем. Здравствуйте! Откуда взялся Франкенштейн? Вы знаете, мне это напоминает ту историю, которая произошла с Алексеем Толстым, великим красным графом, который написал свою книжку о Буратино. И ни одно поколение людей выросло, думая, что Алексей Николаевич Толстой придумал сам образ Буратино. Как классно придумал. Или другой известный писатель Волков, как мы прекрасно знаем, что он тоже придумал, инноваторски изобрёл таких персонажей, как Элли, как Страшила. А потом узнали, что это всё страна. Оз или Пиноккио в случае с Алексеем Толстым. Да, это очень неприятно. Ну или Обручев, который списал всё у Жюль Верна, как мы выясняем потом. Это очень неприятно потом, потому что всё-таки авторское право есть. И есть тот, кто первый. — Ну это же как бы творческий пересказ, как бы такой художественный. — Ну если он очень сильно напоминает изначальную идею, то это воровство. — Буратино, что всё-таки отличается от Пиноккио. — Да, но если бы сегодня любой суд, который разбирает иски по воровству авторского права, он бы признал их, конечно, виновными. То же самое и с Мэри Шелли. Идея о чудовище, вышедшем из-под контроля, конечно, заимствована из 400-летней еврейской легенды о големе. И все те наши дорогие телезрители, которые были в Праге, знают, что это огромная часть пражского фольклора, туризма, сувениров. То есть в каждом сувенирном магазине Праги можно купить статуэтку Голема. — Ресторану Голема. — Ресторану Голема, да. Весь еврейский квартал Юзефов основан на легенде о големе. И о Махарале, великом Равине, рабе Игуде, сыне Бетсалаля, известном как Махарал, чудотворце, святом, каббалисте, авторе многочисленных томов по философии, по мудрости. И, кстати, учителе великого императора, священной Римской империи, который тогда правил. И вот об этом я и написал свою первую книгу. Потом было еще четыре, конечно. Но моя первая книга — это книга о големе из Праги. Называется она «Пражский ангел. XVI век». Вот сама книга. — Ангел? А почему ангел? — Потому что голем в моей книге — это не чудовище, а это защитник, защитник униженных евреев гетто от погромщиков. Махарал с помощью каббалы, и это, кстати, что такое каббала, я тоже описываю в этой книге, с помощью тайного учения создает получеловека, полуангела, который немой, но все понимает и может выполнять приказы. И он начинает мстить. Он как такой прообраз Массада — мстить тем, кто громит, кто убивает, кто уничтожает. Сторону зла возглавляет немецкий граф Тадеуш, который регулярно устраивает погромы, чтобы экспроприировать имущество еврейское и решить еврейский вопрос традиционным путем. Нет человека, нет проблемы. И вот Махарал с помощью небес и тайных знаний каббалы создают этого голема. Голем в переводе с еврита происходит от слова «гелем». Гелем — это глина, бесформенная такая. Он из глины его слепил и вложил ему формулу оживления, и он встал и начал защищать евреев. А также тут есть очень много всего интересного. Это есть путешествие во времени, потому что один из героев книги попадает из нашего времени в те древние времена. Здесь есть переходы из одних миров в другие миры. В романе фигурирует и дьявол, и души, и ангелы, и много философских вопросов о том, зачем жизнь, и для чего человек живет. И, конечно же, последняя часть романа, она о нацистском периоде. Потому что в самой Праге чешские католические экскурсоводы могут рассказать очень много интересного, и их уже никак нельзя увлечить в каком-то таком сочувствии нам или подыгрывании евреям. Например, есть такая интересная история о том, когда был приказ уничтожить еврейское кладбище, подорвать могилу Махарала, и была послана Эйнзаз группа СС. Они поставили взрыватели, несколько раз они взорвали себя, а сам памятник был не тронут чудесным образом. Большая масса чехов это видела, они были в шоке от этого. Также они пытались подорвать старую новую синагогу, такое смешное название, старая новая синагога, где Махарал великий, работал и жил. И где, согласно легенде, лежало и тело этого голема потом, которого он создал. И точно так же были совершенно мистические события. Люди рассказывают, что чуть ли не этот голем встал и стал убивать нацистов, и многие нацисты были подорваны. И в результате чудесным образом ни одна синагога Праги не была взорвана, не была уничтожена. Еврейский квартал не был тронут. Сама Прага не была ни разбомблена, несмотря на приказ ее подорвать, ни взрывателями внизу саперами, ни бомбардировками, которые были сверху, ни танковыми боями. Потому что те, кто знает историю, знают, что в Праге были бои, и там участвовало три стороны. Это и Красная армия, и власовские части РОА, танковые под командованием полковника Буниченко, который в последний момент предал своих немецких союзников и решил поддержать Красную армию, чтобы создать себе алиби и выбить немцев из Праги, конечно, немецкие части. Но Буниченко это не помогло, кончил он во дворе Лубянской тюрьмы вместе с генералом Власовым. Но вместе с тем три армии боролись за Прагу, и город чудесным образом, этот волшебный, красивейший европейский город, не пострадал. И если поговорить с многими чехами и спросить их, я лично слышал от многих из них, что они приписывают, что Махаралас Праги, еврейский ромен, был небесным заступником этого города. Какой жанр в вашей книге? Это мистическая книга. Многим она напомнит, может быть, отдаленно, не хочу никоим образом приписываться, отдаленно напомнит, может быть, произведение Гёте, отдаленно напомнит Мастера Маргариту, отдаленно напомнит Машину Времени Уэллса. Жанр он мистический, жанр он приключенческий. Есть большие куски философские. Он описывает о том, что такое Кабала, как возненна книга Зогар. Многих интересует вопрос, а правда ли Кабала демоническое учение? Да, многие такие вопросы задают. Люди смогут понять, правда это или нет. — Интересно. А Кабале вообще такой ореол довольно странный существует, люди толком не знают, что это. И очень много, что самое обидное, очень много всевозможных учений каббалистических, которые по сути своей ничего общего с Кабалой не имеют. — Совершенно верно. — Которые пытаются её популяризировать, широко нести в массы. — И я могу дать тест нашим дорогим телезрителям, как узнать, истинная Кабала это или нет. Если вам её продают за деньги на разных семинарах, продают различные книжки, диски и так далее, то это, конечно же, ложь. Потому что Бог дал свои 10 заповедей на горе Сина бесплатно. Бог обучал своим законам пророков, мудрецов, святых бесплатно. И Кабале обучают бесплатно, просто обучают от учителя к ученику. И как любое учение, которое тайное, тайное не потому, что там есть какие-то ужастики, а потому что нельзя, например, первокласснику рассказывать высшую математику, он не поймёт. Точно так же нельзя обычным средним людям рассказывать те вещи, которые... — Неподготовленные. — Неподготовленные. — Которые очень высокие, и они нуждаются в том, чтобы была особая рафинированность души, интеллекта и так далее. Вот и всё. Все эти вопросы я в этой книге поднимаю. Также я собрал десятки легенд о Махарале и о Големе, о том, как была спасена община благодаря этому великому гиганту, который был совершенно иррационален, получеловек-полуангел. И много мистических случаев. — Но герои ваши живые. — Мои герои — это живые. Это Махарал, это Голем, это Рудольф II, император. Это те маги и астрологи, известные всем, как доктор Фауст. Доктор Фауст, он жил в Праге, и Рудольф II был великий мистик. При его дворе были такие великие алхимики, как Эдвард Келли, как Джон Ди, как доктор Фауст. В Праге и сегодня есть дом Фауста с огромной выжженной дыркой в потолке. И все говорили, что чёрт унёс доктора Фауста. Вот унёс ли его чёрт на самом деле или нет? — Но дырка осталась. — Об этом я тоже говорю, дырка осталась. Или, например, великий грачанский дворец Рудольфа II, в котором в одной зале потолок почти до половины ушёл. Это были представления по практической кабале, которые, как Вольф Мессинг, делал Махарал, развлекая двор императора и его свиту. И сегодня, даже когда любые туристы приют в Прагу, все им об этом расскажут, что Махарал делал великие вещи. Он был как рентген, который мог читать мысли, он был телепат, он был мистик. И ему завидовали многие другие алхимики, которые были при дворе, потому что их мастерство не могло быть сравнено с его мастерством. Против него пилились разные интриги. В частности, тот же самый доктор Фауст пытался его подсидеть, и у него это не получилось. И, в общем, переплетение всех этих интриг, 400-летняя история и истории уже из нацистского периода, всё это вместе в книге «Пражский ангел». Поэтому я рекомендую нашим дорогим читателям, всем, кому интересно мистика, кабала, история. Пожалуйста. А насколько вот такой вопрос, который обычно не очень любят авторы, какой примерно удельный вес правды и вымысла? Вы знаете, я думаю, как мне кажется, что большинство этой книги имело место в той или иной степени. Но, конечно, меньшинство, и, может быть, довольно весомо, это и авторский вымысел, это и легенды. Ну, в общем-то, авторское трактование тех же самых легенд. Конечно. Я не знаю, что бы нам ответил сегодня, например, Михаил Афанасьевич Булгаков, если бы вы спросили, скажите, пожалуйста, а правда ли, что вот Берлиоз и бездомные встретили Воланда на Патриаршах? Я уверен, что он бы сказал «правда», потому что для него это была абсолютная правда. Поэтому автор-то всегда предвзят. Автор живет в каком-то своем мире. Безусловно, это не книга о вкусной и здоровой пище, книга не по садоводству, и люди, которые очень материально, твердо стоят двумя ногами на земле, я думаю, что ему будет неинтересно ее читать. Да. А те, кто склонны к истории, к фантазии... К мистике. К мистике, у кого есть здоровое воображение... Да. Тем эта книга явно понравится. Спасибо. Дорогие друзья, мы беседовали с раввином доктором Михаилом Финкелем о пражском раввине, о големе, о его книге «Пражский ангел». Программа «Черным по белому» на телеканале ТОН-ТВ. Всего доброго. До свидания. Программа «Черным по белому» на телеканале ТОН-ТВ. 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 Программа «Черным по белому» на телеканале ТОН-ТВ.